Девушки отдыхают Девушки отдыхают То есть это то, чем пронизана культура И вот когда мы проповедовали, мы говорили о том, что если они имеют неправильное отношение к своим женам и они не относятся к ним как немощным сосудам Бог не слышит их молитвы То есть для пасторов это просто было какое-то невероятное откровение И мы были свидетелями, как после обеденных перерывов, вот когда у нас был обед, у нас был рис, и несмотря на всю ту бедность, которая была, эти люди всегда жертвовали, они жертвовали курицам, и мы жертвовали рисом, мы привозили рис, они жертвовали курицам, они жертвовали мясом. И они потом, пасторы вставали и говорили женщинам, спасибо за такой вкусный обед, то есть первый раз, когда это было, я наблюдал за их лицами, это было что-то невероятное, потому что эти женщины буквально, их это как бросило, ну вот как стопор бросило, она услышала слово спасибо от своего пастора, и она застыла просто, потому что она никогда такого, не было такого прецедента даже. То есть, ну вот я бы еще знаете, что отметил, то что, несмотря даже на весь там туризм, несмотря на там какую-либо мотивацию, мы знаем, что Писание говорит, что как бы там не проповедовался Христос, лишь бы Он проповедовался, это с одной стороны, и приезжайте сюда, там, делайте что возможно, жертвуйте деньги, естественно, это все-таки базовые шаги для миссионерства. Я вам гарантирую 100%, эти люди будут тратить деньги по назначению, и наверное, ну как гарантирую, конечно, один бог может это гарантирует, но по крайней мере я сам это наблюдал, как они сидят, думают, планируют, как этим людям помочь, как что-то сделать, как реально взять вот эту гору Элгон, там где живет полмиллиона людей, да, и что-то с этим сделать, чтобы реальный был, вот как говорят у нас там в благотворительном сообществе, импакт, так сказать, да, влияние, чтобы что-то реально изменилось, был какой-то плод. Но я хочу вас призвать вот еще к чему, даже если у вас есть какие-то есть дары, таланты, вы можете просто послужить этим людям, приехать в клиниках поучаствовать, и вы хотите это реально сделать, и у вас есть возможность, да, уехать там на две недели из дому, оплатить свой билет, или собрать эти финансы. Я думаю, что эти ребята всегда будут рады принять такие, да, такие вот, помощь. Конечно, желательно, чтобы вы говорили на английском, желательно, чтобы это было самофинансирование, но главное желание ваше. И знаете, что еще вот интересно? Ведь, ну да, мы говорим, служение Богу, вот как бы все вот из нас, но вместе с тем ваши дары и таланты, которые сидят внутри вас, и вот те знания, которые вы получаете сейчас в церкви, они преломляются в реальных служениях. И вот как мы общались по поводу церкви, там, не знаю, Рика Уоррена, да, что он сейчас максимально мотивирует людей, идите хотя бы в ближайшем месте, не обязательно ехать куда-то даже там далеко-далеко, да, но здесь место, там, где реально сокрушится ваше сердце, там, где вы почувствуете сострадание, там, где вы немножко по-другому посмотрите вообще на жизнь, вы переоцените жизнь, понимаете? И вот это вот очень важно, потому что у нас настолько засаливается взгляд и наше мышление, да, когда мы не видим разницы, когда мы живем этой комфортной, нормальной жизнью христианской, хорошей жизнью. Но, друзья, те знания, те таланты и те финансы, которые вы получаете, они должны служить практическому христианству. Я вам гарантирую, здесь это христианство практическое, так что, ну, как я вам сказал, да, кто может учить, учите, кто может служить другими талантами, дарами, служите, кто может жертвовать деньгами, супер. Но важно, чтобы вы как-то откликнулись и вошли в контакт с этими ребятами. Еще раз говорю, нужда здесь большая, цели очень большие, отчеты будут очень большие, очень видимые. Вы уже видите ролики и так далее. Это очень важный момент, потому что я не хочу тратить свое время и деньги на бла-бла. Я не хочу просто приезжать и там, ну, вот как будто заниматься... Ты отказался от двух хороших заказов? Ну, по сути, да, я мог бы в Швецию поехать в это время, да. И заработать хорошие деньги? Абсолютно. Как хороший переводчик? Ну, я понимаю, да, что это как жертва своеобразная, но я еще хочу сказать, что, видите, хочется вкладываться во что-то эффективное, во что-то действенное, чтобы это принесло плод и принесло всем награду. Так что, друзья, пожалуйста, welcome, как говорят здесь, карибу, карибу-сана. Я выучил несколько фраз, вам это понравится на суахиле. Вам, как говорится, гугл в помощь, но я вот из живого источника вам передаю, да. Мунгу немзури киловакати, да. Бог благ всегда. Он благ всегда. Он благ всегда. Один бог и нет такого другого, да, вот так, да, переводится. И хотелось бы под конец сказать, мунгу акубарики. Пусть Бог вас всех благословит. И мунгу анукупенду. И Бог вас всех любит. И барикива. Барака на барака. Да, да, благословение на благословение. Спасибо тебе большое за твой приезд. Спасибо, дорогой мой. Спасибо вам. Спасибо за возможность служить. Спасибо за вашу верность Господу. И за ваше желание расширять его царство. Аминь. Пока.